здравствуйте друзья после предыдущего видео о летней обрезке клематисов возникли некоторые вопросы по поводу того откуда же пойдут расти новые побеги на которых потом будет цветение клематиса ну вот хочу наглядно показать вот срезанная генеративная часть клематиса то есть генеративная часть это та часть на котором было цветение вот здесь видите после срезанного стебля идет первая пара листьев них есть спящие почки вот они проснутся разовьются превратятся в побеги и побеги дадут нам новое цветение причем цветение обильное за счет того что уже на одном побеге у нас образуется два побега из этих почек повторное цветение у нас тоже будет обильно за того что у нас увеличится количество плетей количество побегом на которых будут наши цветы после летней обрезки клематиса и земли многое побеги не пробуждаются это происходит только весной после осенней или ранней весенней обрезки пробуждаются почки которые находились либо на корневой шейке не либо на корневой клематиса, пробуждаются и идут в рост. Здесь у меня росточек, но это росточек из коротко обрезанного побега. Вот видно, но никак не из земли. Хочу сказать, что летняя обрезка у нас подобна весеннему прищипыванию клематисов. Вот клематисы, которые у меня растут в горшках, или клематисы молодые, но высаженные в грунт весной, которые идут в два, в один побег. Их мы обязательно прищипываем. Прищипываем для того, чтобы клематис был более кустистым, более обильно наращивал массу. Не шел в один-два побега, а был кустом красивым. Все мы этого хотим. И вот после прищипывания у нас образуются в спящих почках новые молодые побеги. Вот на этом примере. Вот здесь клематис был прищипнут. Вот он дал новые побеги. Эти побеги, конечно, дадут у нас бутоны и зацветут. То же самое происходит и со взрослым кустом, когда мы делаем летнюю обрезку. Вот еще один молодой клематис. Я вам хочу показать. Это клематис розалин. Он уже отцвел. Я срезала всю генеративную часть. И вот видно, как пошли молодые побеги. Здесь у нас ниже на этом же побеге проснулись почки и образовались уже такие молоденькие побеги. То есть на одном стебле у нас уже будет раз, два, три, четыре, пять побегов. Но это зависит от сорта клематиса, от его возможностей. Вон там помощник. Все время рядышком. То ли помогает, то ли мешает. Еще хочу сказать, что информации по летней обрезке клематисов очень мало. И в интернете, и в книжных изданиях. Есть у меня книга автора Бескаравайной Маргариты Алексеевны. Это наш селекционер. Она пишет, что в южных регионах клематисы после первого цветения, уже к середине июля, сильно оголяются. Поэтому при летней обрезке после цветения удалять нужно весь куст до основания. Как бы 8, 10, 12 сантиметров оставлять от земли. Чтобы куст заново нарастил массу и зацвел. И чтобы не было вот такого непростевого оголенного вида снизу. В северных районах после первого цветения такого не происходит. Ну, в более северных районах такого не происходит. Ну, я не знаю, как себя ведут клематисы в более северных районах. У нас, я считаю, что вот этот вот период после первого цветения, когда происходит, ну, как бы оголение самого клематиса. Ну, это зависит не от региона. Это зависит от ухода за клематисом. От многих факторов. Уход, подкормка, полив, посадка, место посадки, притенение, тень и так далее. То есть, я считаю, что при правильном, грамотном уходе за клематисом оголение не происходит. То есть, это не от региона зависит. Это зависит от самого ухода. Но этот вопрос по поводу оголения, по поводу подчернения листьев я подниму в одном из видео. И расскажу свое мнение об этом. И как, по возможности, избежать всего этого. Ну, я думаю, что я понятно ответила на возникшие вопросы. А на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Благодарю вас за подписки, за комментарии. До новых встреч. До свидания.